В этом видео мы попытаемся рассмотреть три различных исследования для того, чтобы попробовать объяснить механизм работы холодного ядерного синтеза. Основная идея заключается в том, что низкоэнергетические ядерные реакции могут происходить посредством создания биядерных атомов, согласно теории Джан-Франко Черафоллини в 1991 году. По прошествии более 20 лет два независимых практических эксперимента могут подтвердить справедливость гипотезы биядерного атома. Все ядра имеют положительный заряд. Для того, чтобы произошла ядерная реакция, необходимо, чтобы два ядра подошли на достаточно близкое расстояние, при котором начинают действовать ядерные силы. Для этого необходимо преодолеть силу электрического отталкивания, возникающую между двумя положительно заряженными ядрами, которая будет самой высокой в момент начала действия ядерных сил. Вот почему сообщение Флейшмана и Понса, что они получили ядерный синтез в электрохимических условиях, было немедленно оспорено физиками синтеза высокой температуры. Основное возражение против тех, кто поддерживает реальность холодного синтеза, является то, что нет достаточного объяснения механизма преодоления кулоновского барьера между ядрами. В 1991 году, через несколько лет после сообщения о холодном термоядерном синтезе, Флейшмана и Понса, Джанфранко Черафоллини провел серию экспериментов по столкновению диетеризованных молекул против мишеней, содержащих диетерий, и предложил модель, которая могла бы объяснить отсутствие кулоновского барьера. Эксперименты по бомбардировке диетеризованными молекулярными частицами твердых мишеней, содержащих диетерий, должны были дать оценку экспериментальному пороговому значению энергии ядерных реакций и позволили бы оценить величину кулоновского барьера. На диаграммах, которые получены, указано число измеряемых ядерных событий в зависимости от энергии бомбардирующих частиц. Должна существовать минимальная энергия, сообщаемая частицей, например, молекуле тяжелой воды, которая воздействует на твердую подложку с диетерием, ниже которой не происходит ядерное событие. Мы можем видеть из диаграммы, что нет кулоновского барьера, или на практике барьер очень низок, почти не существует в перевеличине 30 электрон-вольт. Чтобы объяснить такое поведение, Черефолин предположил, что в результате ударов могут образовываться в течение ограниченного времени некоторые метастабильные конфигурации, в которых два ядра водорода или диетерия остаются в ловушке на достаточно небольшом расстоянии и в течение достаточного времени, которое может привести к ядерной реакции. Молекулы обычной структуры характеризуются движением электронов вокруг ядер, которые почти неподвижны, или которые совершают незначительные колебания вокруг своих сбалансированных позиций. Биядерный атом, наоборот, будет характеризоваться двумя ядрами, которые вращаются, как если бы они были электронами обыкновенной молекулы, окруженные в свою очередь электронными. Своеобразной характеристикой биядерного атома по сравнению с обычной молекулой будет высокая кинетическая энергия ядер, так как в биядерном атоме не было бы существенной разности между движением электронов и движением ядер. По прошествии 10 лет Рэндал Миллз, работая с плазмой водорода и гелия, получил специфический результат. Интересный факт состоит в наличии ряда спектрографических пиков, которые присутствуют только в плазме, полученной из смеси водорода и гелия, но, похоже, не принадлежат ни водороду, ни гелию, в том смысле, что они не обнаруживаются ни в отдельной плазме водорода, ни в отдельной плазме гелия. Можно объяснить возникновение этих пиков. Они являются результатом формирования биядерных атомов водорода, катализуемых наличием гелия. Интерпретация их природы, следовательно, является образованием метастабильного состояния водорода, который образуется и стабилизуется в присутствии гелия. Тот факт, что мы имеем дело со своего рода формой водорода, свидетельствует также то, что спектральная линия водорода представлена доплеровским расширением, которое заставляет задуматься о высокой кинетической энергии ядер водорода, и поэтому совпадает с идеей черфолинии, в которой биядерный атом будет характеризоваться высокой кинетической энергией ядер. Еще через 10 лет другой экспериментальный результат на водороде может подтвердить существование метастабильных состояний молекулы водорода. Это сверхплотный водород профессора Хольмеда. Профессор Хольмед способен получать метастабильное соединение водорода, в которых расстояние между протонами чрезвычайно мало. Это оценивается на основе кинетической энергии разрыва этих образований. Эта черта таким образом является общей с высокой кинетической энергией, соответствующей доплеровскому расширению в случае Милса. Хольмед предполагает для сверхплотного водорода структуру, состоящую из цепени минимолекул водорода, так как этот тип структуры объясняет полученные экспериментальные результаты. Если интерпретировать спектры Милса и сверхплотного водорода Хольмеда как образование биядерных атомов водорода, мы можем получить обосновную картину механизма ядерных реакций при низкой синергии. Таким образом, мы можем попытаться предположить некоторые возможные механизмы для образования такого метастабильного состояния. Используя уравнение Шреддингера, не представляется возможным найти решение, которое бы описывало двухъядерный атом. При изучении молекулы водорода необходимы некоторые поправки, чтобы учесть некоторые эффекты, такие как спин, релятивистские поправки, а также те, что связаны с квантовой электродинамикой. Формула для одной из этих поправок, термин спин-спинового гамильтуниана Брейта-Паули, представляет собой очень интересную функциональную форму. Дело в том, что расстояние R ядер появляется в знаменателе с силой в кубе. Когда два протона приближаются друг к другу, термин спин-спин может предполагать надкулоновским отталкиванием в зависимости от ориентации спинов двух протонов, и термин спин-спин может быть типом притяжения. Таким образом, этот эффект может нести ответственность за стабилизацию биядерного атома. Оставив в стороне технические детали квантовой механики, основная идея заключается в том, что мы должны изучать возможность метастабильных состояний молекулы водорода, которые могут быть похожи на биядерные атомы, предсказанное черфолине в 1991 году, и которые, в свою очередь, могут объяснить результаты экспериментов Милса и Холмида. В конечном счете, почему образование двухъядерных атомов может обеспечить последовательную модель для понимания механизма холодного синтеза? Предположим, что существует метастабильное состояние молекулы водорода с характеристиками сверхплотного водорода профессора Холмельда. Это состояние будет иметь все характеристики, защищаемые Джанфранко Черфолине, и будет в ответственности за появление аномальных пиков в смеси гелия и водорода, обнаруженных Милсом. Холмельд использует металлическую поверхность для того, чтобы синтезировать сверхплотный водород. Существует очень важное исследование, которое объясняет, как через механизм метода изображений на поверхности металла возможен эффект нахождения двух зарядов одного знака при очень близких расстояниях. Это позволило бы объяснить роль металла в образовании двухъядерных атомов, полагая, например, Палладия в случае Флейшмана и Понса, или Никеля в случае Пиантелли и Россифокардио. Таким образом, мы можем предположить, что взаимодействие водорода или диетерия с металлом с помощью электрической силы или по термическому градиенту на молекулярном уровне имеет в качестве эффекта производство на месте двухъядерных атомов на поверхности или внутри металлической структуры. С учетом производства тепла в ЕКАД Андрея Росси, Росси и Фокарди попытались опубликовать статью в Росси Фокарди Пейпер, которая в дальнейшем превратилась в блок Росси по ядерной физике. Теперь я хочу показать, как гипотеза биядерного атома решает расхождение, описанное в начале этой публикации, и причину, по которой она не была принята официальными обзорами. Росси и Фокарди оценили возможность ядерных реакций, начиная с энергии ядер водорода протонов внутри никеля. Температура 1500 градусов из уравнения Е равно КТ определяет, что средняя энергия протонов равна 0,13 электрон вольт. Используя это значение в формуле Гамова, для получения вероятности ядерной реакции между ядрами водорода и никеля мы получаем слишком низкую величину, которая абсолютно не оправдывает производство тепла в ЕКАД в качестве ядерной реакции. Но если теперь мы вообразим внутри ЕКАД Росси формирование двухъядерных атомов с характеристиками, указанными профессором Холмельдом, мы бы получили кинетическую энергию для протонов порядка 1000 электрон вольт, а не 0,13 электрон вольт. Знаете, какой температуре соответствует энергия 1000 электрон вольт для протонов? Это было бы возможно, если бы сумели разогреть водород до 11 миллионов градусов внутри ЕКАД. Итак, в заключение. Если бы было подтверждено существование биядерных атомов, это была бы революция в физике и химии и позволило бы объяснить механизм, с помощью которого происходит холодный ядерный синтез.